Всем привет, я доктор Евгений. Щитовидная железа, гипотиреоз, гипотиреоз, узлы щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит. Сейчас покажу, как работать на трех уровнях здоровья со щитовидкой. Поехали! Первый уровень здоровья это телесный. На уровне тела желательно отработать тяги лестничных мышц. Примерная конфигурация их вот здесь показана. На картинке сейчас тоже выйдет. Что нужно с ними сделать? Нужно их отбалансировать. Нужно сделать так, чтобы лестничные мышцы тянули шею равномерно и проекция щитовидного хряща и самой железы была достаточно ровной, а не сдвинутой. Тогда и кровоток будет, и иннервация, и будет работать все адекватно. И питаться, и регулироваться, и вовремя включаться. Для этого как здесь находим лестничные, поворачиваете голову в одну сторону и вы находите натяжение грудиной ключично-сосцевидной мышцы. Вот прям кзади, если спуститься, вы прям проваливаетесь на места крепления лестничных мышц. Нашли с одной стороны. Сделайте то же самое с другой стороны. И нащупав эти места крепления, поймите, с какой сторон больнее. Вот та, которая больнее, ее промассажируйте. Легкими надавливаниями не надо давить себе на сонную артерию, чтобы потом отключиться, как Кейси Райбек это делал. Нет, этого не нужно. Нужно мягко массировать до уменьшения болезненных ощущений. Чуть выше, чуть ниже. Можете вот на три пальца поставить ее здесь. И какой из пальцев у вас больнее, тот и оставляете. И массируете тем, где болезненность больше. После того, как отмассировали, нужно шею понаклонять в одну, в другую сторону, вперед, наискосок. Во всех направлениях, чтобы улучшить это состояние. Тем самым тяги выравниваются и шея становится более ровной. Таким образом улучшаете положение щитовидной железы. Тело готово. Поехали, эмоции разберем. Эмоциональная коррекция для улучшения работы щитовидной железы следующая. Чаще всего эмоция, которая гасит работу щитовидки и проекцию горла этого региона, это обман. Самообман и все ваши ощущения связаны с обманом. В практике много чего получается получить, но вы сейчас должны сделать следующее. Вспомните любое действие, которое вы можете оправдывать. Это может быть вредная привычка. Это может быть вы кому-то нагрубили. Это может быть любое то, что вы можете оправдать, но делаете каждый день и вам это не нравится. То есть вы сами себя обманываете, делая что-то и постоянно себя оправдываете. И при этом чувствуете себя, ну ладно, ничего, можно потерпеть и так далее. Вот то, что вызывает у вас неприятные чувства при этом воспоминании. И есть тот самый обман, который лучше вам убрать. Это я очень говорю образно. И вспомнив любую ситуацию, допустим, выходите на нелюбимую работу, едите на ночь, либо курите и пьете каждый день, и вас это напрягает. Ну вы говорите, что в принципе ничего страшного, можно пережить. Эту ситуацию держите в голове. Держите эту ситуацию в голове и ставите два пальца на лобные бугры. То есть большой и указательный палец. Любой свободной рукой, левой, либо правой. Держите эту ситуацию в голове, держите два пальца на лбу и закройте глаза, немножко поковыряйте любую из этих ситуаций. Усиливайте чувства, накапливайте эти ощущения и делайте следующее. Ставьте палец для щелчка, большой и безымянный. Держите ситуацию в голове, держите пальцы на лбу и возле уха делаете просто щелчок. Делайте такой же щелчок с другой стороны. Что таким образом происходит? Держа эту мысль, ситуацию в голове, вы согласуете свои полушария путем подачи определенного импульса. Это может быть щелчок, это может быть крик, это может быть сосед пришел на вас орать, но в этот именно момент главное, чтобы произошло это. Таким образом вы корректируете эмоциональную тему, которая мешает вашей щитовидной железе работать адекватно. Напоминаю, что это лишь одна из техник, которая вполне может вам помочь. Также есть видео по структурной коррекции головы для улучшения гормонального баланса. И у меня также есть курс, ссылка на который будет в описании внизу по коррекции гормонов. Можете также его пройти. Далее, поехали разбирать энергетическую сторону дисфункции щитовидной железы. Если брать аюрведическую тему, то это как раз таки проекция пятой чакры, которая называется вишутха. Она как раз таки дает речь, разговоры, вещание. То есть это та энергия, которая дает тебе вещать, нести информацию и обучать даже людей. Что с ней нужно сделать? Для этого у меня есть отличная медитация, которая вот сейчас в подсказках у вас выйдет. Она на коррекцию тонких тел. Отработав как раз таки энергию пятого слоя, вы улучшите энергосостояние своей вишутки, той самой горловой чакры. То есть вы подправите себе телесное состояние, улучшите работу щитовидной железы, эмоциональное состояние. Вы также из жизни своей что-то измените и возможно бросите наконец-то свою нелюбимую работу, как вариант. Либо найдете лучшую, либо найдете вообще. А также энергосторону, тем самым наполнив себя энергией, улучшив эмоциональное состояние, улучшив структурное положение своей щитовидной железы, и вы станете здоровее. Пользуйтесь.